Приветствую вас. Для начала необходимо составить злостную картину того, что с вами произошло. То есть вам необходимо для себя самого четко определить момент, точку входа в это состояние, которое вас сейчас беспокоит, которое вас напрягает, которое вам не позволяет быть собой, вам необходимо определить точку входа в первую очередь. После этого, после того, как будет определена точка входа, нужно, чтобы вы, опять же, для себя четко, как можно более четко сформулировали значение того, что с вами произошло. То есть, как вы сами интерпретируете события, события, которые вогнала вас в депрессию. Ну, по вашему мнению, вогнала в депрессию вас. Далее. Далее. Ага. Далее. Необходимо постараться, попытаться увидеть разницу между тем, что произошло, произошло объективно и тем, что, например, чувствуете вы. На самом деле, разница будет довольно ощутима, на мой взгляд, потому что, как правило, существуют серьезные отличия между тем, что произошло и тем, как вы это воспринимаете. И после этого уже можно будет говорить о том, какова разница между этими двумя явлениями. Далее. Необходимо определить, почему вы свое состояние называете депрессией. То есть, совершенно очевидно, что депрессия – это довольно серьезное психическое заболевание, которое диагностируется врачом, психотерапевтом, либо психиатром. И совершенно, на мой взгляд, здесь неясно, почему вы считаете, что у вас именно и обязательно депрессия. Тогда как вполне может быть, что у вас просто депрессивное состояние вызвано каким-либо стрессом, либо напряжением, либо еще чем-то. То есть, вам нужно для начала отойти от той позиции, чтобы самому себе ставить какие-то диагнозы. Для этого есть соответствующие специалисты, и я полагаю, что справедливо будет оставить именно им, специалистам, то есть нам, процесс диагностирования вас. Я полагаю, что это весьма-весьма справедливое осуждение, весьма-весьма справедливая позиция, просто потому, что по-другому вы очень быстро себе поставите диагноз и все, и все на этом закончится. При том, что вы будете наверняка на полном серьезе считать, что у вас именно она, эта самая депрессия. И исходить будете именно из того, что она у вас есть, при том, что у вас ее совершенно может и не быть. Далее, как разобраться? Процесс разбора составляет выявление тех негативных для вас аспектов, которые и заставили вас почувствовать себя в некоторой степени очень плохо. А выявление этих моментов, выявление этих аспектов является началом разбора ваших проблем. После этого меняется либо отношение вашей проблематике в целом, либо изменяется полная ситуация в целом. Либо скрываются некие скрытые, ну, скрытые, например, или, может быть, конфликты, которые вас простимулировали чувствовать себя вот так, как вы себя чувствуете именно сейчас, в данный момент времени. И, соответственно, вам будут даны некоторые рекомендации, которые, естественно, помогут вам преодолеть данные трудности, помогут вам стать, ну, вероятно, возможно, и, скорее всего, значит, стать свободным, более свободным от них, чем вот вы сейчас себя чувствуете и видите. Вот. Ответственно, с точки зрения психологии, вам необходимо психологическое консультирование в виде помощи вам. То есть, психологическое консультирование как вид помощи вам. Вот. Вот. Здесь и сейчас. Промедление, промедление, обращение с работой над собой. Значит, промедление ведет к тому, что вы можете ухудшить свое состояние, то есть, состояние будет ухудшаться. Вот. Депрессия будет развиваться, если это, конечно, она. Вот. И, соответственно, улучшений у вас, к сожалению, не будет. Вот. Сами по себе улучшения не произойдут, к сожалению, да. Вот. Хорошо. Вот так. Это то, что вам можно ответить на ваш вопрос. Убедительная просьба отнестись серьезно к тем рекомендациям, которые были даны изначально. То есть, рекомендации, которые были даны именно вот в том контексте, да, чтобы вы определили точку входа в проблему, чтобы вы определили значение для вас проблемы. Вот. И так далее. Это очень важный момент. Вот. Если ему не следовать, то могут быть ошибки, которых мы, я уверен, не хотим, если желаем вам помочь. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ оказался вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.